Дмитрий Николаевич, прошло немного более года, как Вы пришли на должность главы муниципального образования Ясногорска. Что изменилось, на Ваш взгляд, за это время? За прошедший год сделано очень много. В принципе, это все освещалось и в средствах массовой информации, на наших интернет-площадках, на радио, на телевидении. Мы об этом говорим постоянно, а почему? Потому что, чтобы горожане не забывали. Вот прошедшие выборы, они показали, когда мы готовили совместную газету, что было сделано в Ясногорске за 10 лет. Это же делано не просто так. Это сделано для того, чтобы немного освежить память нашим горожанам. Вот что вообще произошло в нашем городе. Когда вот это все делается ежедневно, она как бы рутина. Понимаете? И оно как бы не замечается, и считаешь, что так это и должно быть. Но это нормально. В любом современном обществе все, так сказать, инновации, нововведения, где мы улучшаем свои, как говорится, условия жизни, это хорошо. Но мы должны все это дело еще и ценить, сохранить то, что создали. Это же довольно-таки немаловажно. Ведь можно кучу средств вложить, а через год посмотрел, пострадавшись, что ничего вроде нет. Там все разломано, там все разбито. Поэтому вот то, что мы имеем, надо ценить по-другому никак. Те проекты, которые были реализованы в 2017 году, мы на них как бы не остановились. Вот просто вам приведу маленький пример. Проект «Любимый город». Если в прошлом году основная цель была направлена на ремонт уличной дорожной сети, благоустройство дворов, общественных территорий, то в этом году у нас в рамках данной программы приоритеты, они в принципе не поменялись, но была сделана определенная рокировка. Часть средств направлены на сады, на школы, на ремонты, на создание комфортных условий нашим деткам. Часть средств направлены на ремонт уличной дорожной сети. Понятно, что мы не закроем все проблемы, но основные, которые как бы более волнуют наших горожан, мы постараемся их убрать, чтобы создать комфортные условия. Часть средств, вот в данном случае мы берем фонтан, это же тоже была инициатива. Инициатива-то, понятно, это наша Смоленская атомная станция, но выбор мы дали горожанам. Вот там была детская площадка, эстрада и фонтан. Горожане сделали выбор по улицу фонтана. Да, может быть не комфортно, может быть не уютно, фонтан в этом году у нас не работал, но к этому нужно подходить тоже с пониманием. Ведь по тем старым нормативам, которые вступили буквально год назад, мы не можем эксплуатировать фонтан по нормам безопасности. Мы разработали новый проект. Сейчас у нас в принципе завершается конкурсная процедура, у нас поступило две заявки, в понедельник будет аукцион. Я думаю, что если у нас подрядчикам повезет, надеюсь, да, потому что подрядчик в наше время, это тоже довольно-таки вопрос такой серьезный, кто придет. Мы же хотим получить качественный объект, да, для того, чтобы он потом, в очень длительное время, радовал наших горожан. Но тем не менее, этот объект в этом году появится, и уже оценку уже давать будут жители. В прошлом году у нас в рамках программы «Любимый город» было 5 миллионов рублей, да, в этом году 8 миллионов рублей. То есть это довольно-таки серьезные деньги, вот. И еще раз повторюсь, это все направлено на нашу инфраструктуру и для наших жителей. Поэтому данный проект, вот он сортовал, он в 16-м году, в 16-м году он реализовывался за счет средств муниципалитета, а вот уже 17-18-й вот за счет благотворительной помощи Смоленской атомной станции. И поэтому я буду говорить, может, уже неоднократно в ходе нашего интервью, да, поэтому это вот огромное спасибо Павлу Алексеевичу Лубенскому. Без его поддержки и без его помощи, вот то, что мы сейчас имеем, могло бы этого ничего не быть. Понимаете? То есть здесь мы работаем совместно. Как реализуется в нашем городе федеральная программа формирования комфортной городской среды, та, что начала работать у нас в этом году? По комфортной среде у нас реализуется проект, это благоустройство парковой зоны между первым и вторым микрорайоном, и дворы, четвертый микрорайон, дом номер 7-8, первый микрорайон, дом 10, и второй микрорайон, дом 1. Это те проекты, которые будут реализованы в этом году. У нас прошли все конкурсные процедуры, ты поделился, подрядчик, значит, сейчас идут плановые работы, ну, понятно, что, как бы, погода нам мешает, да, с учетом дождей, но, в принципе, как бы, мы из графика, как бы, не выбиваемся. Поэтому в этом году, так как мы впервые приняли участие в реализации данного проекта, город получит три обновленных двора и обновленную парковую зону. Там у нас, в принципе, как бы, я перечню работы не буду говорить, в принципе, все об этом знаете, да, парковая зона, новое освещение, новые пешеходные дорожки, ну, понятно, там урны, скамейки, дворы, в основном там касается все это асфальта, о, мало характераторных форм, поэтому, после того, как все закончится, мы же еженедельно отчитываемся, в том числе и перед областью, и за реализацию данного проекта на территории муниципалитета отвечают глава, на территории субъекта губернатора, то есть, сегодня сейчас русский. Поэтому это довольно-таки серьезный вопрос, и здесь у нас провала в работе быть недавно, это должно, потому что, ну, ответственность серьезная. В начале года в Тесногорске обсуждался вопрос о создании на базе ГЦД киноконцертного зала, и как-то до этого времени больше информации никакая не поступала. Что происходит? Эта тема никуда не ушла, я вам скажу более. Значит, мы выиграли грант по линии фонда кино, 5 миллионов рублей. Это на обновление зала, то есть, кресло, аппаратура. Плюс ко всему, значит, по результатам, опять же, визита генерального директора, нам концерн выделяет 3 миллиона рублей на ремонт этого зала. Плюсом еще, вот буквально неделю назад было принято решение, опять же, благодаря Ресомарьевичу Лакшину. Полтора миллиона рублей нам выделяют на закупку звукового оборудования. То есть, звуковое оборудование ГЦД, то, что мы на улицах, да, оно будет полностью заменено, то есть, на новое. Сейчас, в настоящее время, разработаны дорожные карты. Средства от фонда кино к нам поступили. Средства концерна должны прийти у нас в конец июля, начало августа на ремонт. Ну, звуковое оборудование, это, в принципе, тоже пойдет, у нас, как говорится, параллельно, да. Поэтому в этом году мы получим обновленную инфраструктуру ГЦД. Надеюсь, что у нас все пройдет без сучка и без задоринки, в плане наших поставщиков, подрядчиков, да. То есть, мы, как бы, движемся уверенно вперед. И горожане должны получить обновленный объект. Он двойного назначения, да, и как кинозал, ну, и как зал, который используется, ну, для наших концертов. Концертный зал, да, ГЦД два в одном. Это, в принципе, нормально. Как реализуется замечательный проект о создании музея на Кургане Славы? В музее под открытым небом быть. Средства выделены. Значит, этот проект начнет свой старт в 2018 году. Он продолжится в 2019 году. Может быть, даже захватит и 2020 год. Вкратце, сейчас мы дорабатываем проект данного музея. Потому что первоначальный проект, который был, он не охватывал наш мемориальный комплекс, вот, саму звезду, да. Потому что звезде требуется реконструкция. Ну, как-никак, крайний раз, наверное, в 2010 году, когда служба госстройства трудился, вот, когда мы там определенный вид работы делали, да. Поэтому вот сейчас мы подкорректируем проект, увидим окончательно, так сказать, сумму, ну, и будем объявлять конкурсные процедуры. Поэтому в этом году там работы начнутся. Мы сейчас корректируем проект окончательно, чтобы понимали, он будет разбит по этапам. Вот, когда мы проведем конкурсные процедуры, у нас появится подрядчик, который там будет реализовывать проект, да. Ну, и, соответственно, все это дело будем освещать по ходу. Ну, понимаете, вот у нас как говорят, там, где-то дорог нет, там, да, где-то еще что-то. Это все понятно. Но мы не должны забывать, что это мы делаем не для себя. Это мы делаем для наших детей, внуков, да, для того поколения. Та память, которая должна сохраняться и приумножаться. И на выходе мы получим первоклассный объект. То есть со всей инфраструктуры там будет и освещение, и видеонаблюдение. Понятно, что площадки по технике, под самолет, благоустройство территории. То есть пешеходные дорожки, дорожные знаки. То есть, ну, красиво там будет. Но еще раз хочу сказать, это не то, что это благоустройство. Раз, и все появилось. Это планомерная работа. Значит, это все, опять же, благодаря активности наших граждан, в том числе наших общественных организаций. Благодаря поддержке Алексея Юрьевича Лихачева, вот по результатам визита в феврале, вот это мероприятие включено в протокол. И теперь мы его будем, соответственно, реализовывать. Плюс ко всему, там появится памятник войнам различных, так сказать, поколений, там, локальных войн, да. Вот, этим вопросом занимается у нас Игорь Андреевич Журавлев. Вот, в каком формате будет, я пока сейчас не готов сказать, да. Мы сейчас еще вот эти все вещи, он как бы есть. Ну, это там же чисто технические. Есть технические, есть финансовые. Но средства первоначальные на данный памятник тоже выделены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова